Здравствуйте! Мы на канале Виноград и сад на даче. С вами Владимир Исаенко. Это видео для начинающих садоводов любителей, виноградов любителей, дачников, владельцев приусадебных участков. И посвящено оно такому вредителю растений, как щитовка. Были неоднократно вопросы по этому вредителю, как с ним бороться. Вот в этом видео я и отвечу на поставленные ранее вопросы. Для того, чтобы выяснить, что это за вредитель, я обращусь вот к такому атласу болезней и вредителей плодовых, ягодных культур, винограда, а также к другой литературе. Все приведенные в этом видео рисунки и фото взяты с этого атласа. Согласно литературным данным, щитовка это мелкое сосущее насекомое. Оно присасывается к веточкам, к побегам прошлого года, весной, и высасывает из него сок. Те личинки, которые образуются летом, они присасываются к листьям, к черешкам листьев и тоже питаются соком растения. Растение, если его заселяет щитовка, сразу реагирует на это. Сначала угнетается рост, снижается урожайность, но по мере того, как заселяемость щитовкой увеличивается и время проходит, наблюдается отмирание веток, на виноградных кустах отмирают рукава, штамбы и при длительном заселении щитовкой растения наблюдается его гибель. Так, например, молодые деревца, которые заселены щитовкой, погибают на 3-й или 4-й год после ее заселения. Вот такая история. Но щитовка поражает также и плоды. Вот фото яблока, которое поражено щитовкой. Видите, вот такие красные точки. И вот может быть какой-нибудь дачник или владелец присадебного участка и не видел вот этих самих вредителей, поскольку они довольно мелкие. И чтобы их увидеть, надо специально обследовать растения. А вот когда получает уже урожай, то по виду урожая можно увидеть, что его сад заселен именно щитовкой. Согласно литературным данным, на территории Украины встречается около 7 видов щитовки. Это такие калифорнийская щитовка, ложно-калифорнийская щитовка, яблоновая, запятовидная щитовка, акацевая ложно-щитовка, сливовая ложно-щитовка. Вот эти 5 щитовок, они встречаются по всей территории Украины. На юге Украины встречаются еще 2 вида щитовок. Это красная грушовая щитовка и желтая грушовая щитовка. Щитовки, вот если говорить о колорадском жуке, то он поражает только картофель, да? Один вид растений. То щитовки, они поражают очень много видов растений. Рекордсменом в количестве поражаемых видов растений является калифорнийская щитовка. Она поражает около 200 видов растений. Хотя плодовые растения поражают все, но отдают предпочтение. Отдают предпочтение таким растениям, как яблоня, груша, абрикос, персик, вишня, слива, черешня. Акациевая ложная щитовка, она поражает меньшее количество видов растений, но тоже приличная. Это 130 видов лесных, декоративных и плодовых культур. Предпочитает сливу, тернослив, виноград, смородину, крыжовник. Из лесных насаждений, из лесных пород деревьев предпочитает акацию, белую и желтую. Отсюда, наверное, и название ее. Акациевая ложная щитовка. Почему ложная щитовка? Это я вам скажу дальше. Другие все остальные щитовки, они меньше поражают видов деревьев, но тоже достаточное количество. Так, яблоневая запятовидная щитовка, она предпочитает яблоням, хотя встречается и на других видах, и лесных, и декоративных культурах. Сливовая ложная щитовка поражает сливу, аличу, абрикос, персик, вишню, черешню, тергин, редько, яблоню. Это из плодовых культур. Из семи названных видов щитовок виноград поражает акациевая ложная щитовка. Вот на этой фотографии показан побег, прошлогодний побег винограда, пораженный щитовкой. Видите, такие полусферические вот эти, как бы полусферы. Это и есть самки, акациевая ложная щитовка. А вид самой щитовки, самца и самки, показанный вот на этом рисунке. А. Это самец, а Б. Это самка. У акациевой ложной щитовки самка имеет самые большие размеры. В зависимости от того, какое у него питание, на каком растении она заселилась, ее размеры могут составлять в длину от 4 до 6 мм, а в ширину от 2 до 4 и 4 мм высотой. Самец в 2 раза меньше, даже в 3 раза меньше, всего 2 мм в длину. Яйца у нее удлиненные, белого цвета, и имеют размер 0,3 мм. Как видим, размеры щитовки не такие уж большие, чтобы ее так можно было легко обнаружить на деревьях. Если специально, конечно, не искать, с лупой или микроскопом. Я с акациевой ложной щитовкой столкнулся лет 20 тому на виноградных кустах на даче. Когда готовил кусты для того, чтобы их уложить на землю и укрывать на зиму, вот тогда я и увидел эту, вот точно такую же картину, как на этом рисунке, на этой фотографии. Вот это мы видим щитовку со стороны спины, ее ложный щиток. А сама щитовка имеет вид, как на этом рисунке. А зимует щитовка в виде личинки. Все щитовки, которые я назвал, они зимуют в виде личинок. Личинки акациевой ложной щитовки показаны на вот этом рисунке. Рисунок С – это личинка щитовки первого возраста, желтенькая вот такая. А рисунки Д и Е – это личинки второго возраста. Вот когда личинка первого возраста появляется из яиц, через 20-30 дней она превращается, линяет, в личинку второго возраста, показанную на рисунке Д и Е. Вот такого. То была желтенькая, такая становится красноватого цвета. И эта личинка, она зимует на старой коре, в расщелинах старой коре, на старых штамбах, в виноградах, где впервые я столкнулся с этим вредителем. При наступлении температуры воздуха весной плюс 7-8 градусов, эти щитовки красноватого цвета, такое Д и Е, начинают движение. Они переползают со старой коры с мест зимовки на более молодую коры, на побеги прошлого года, на веточки прошлого года, если это на деревьях, на кустарниках, не на виноградах. А на винограде на побеги прошлого года. И присасываются к ним с нижней стороны. Через 30-40 суток эти личинки начинают линять. И появляются самки. Они превращаются в самок, как на вот этом рисунке. В самок Б. Самки начинают отложение яиц. Все это происходит где-то в апреле, в мае месяце. И к концу мая, к концу мая заканчивается кладка яиц. К моменту появления самок происходит и вылет самцов. Часть яиц откладываются оплодотворенными, а часть нет. Поскольку у самцов популяции всего от 5 до 30 процентов меньше. Но все равно даже с неоплодотворенных яиц появляются личинки вредителей. Вот таким образом. Самка в процессе кладки яиц, а это происходит по истечении некоторого времени, спина ее затвердевает, покрывается таким восковым налетом. И образуется такой ложный щиток. Поэтому и называется ложнощитовка. У щитовок, таких, например, как калифорнийская щитовка или яблоневая запятовидная щитовка, там щиток хитиновый. Из отложенных яиц, когда сумма активных температур достигнет 360 градусов, это примерно в средине июня месяца появляются личинки, так называемые бродяжки первого возраста. Бродяжки первого возраста, появившись из яиц, расползаются по всему растению, присутствуются к нижней стороне листьев, черешкам листьев. И там находятся на протяжении 23-30 дней, пока они не начинают линять. Это происходит тогда, когда сумма активных температур достигает 840 градусов, это примерно в средине августа. Личинки первого вида линяют и превращаются в личинки второго вида, показанное на вот этом рисунке Д и Е. Часть таких, часть таких. И вот эти личинки тоже бродяжничают по растениям до конца сентября. В конце сентября они переползают на места зимовки. Это на старые штамбы, на старые ветки или стволы деревьев, вращенинах. Там, где большое скопление этих личинок, кора становится как бы красноватой. По размерам эти личинки порядка 1 мм. Поэтому и они как бы малозаметны вот так. Скорее видно по результатам им деятельности, что они присутствуют. Это угнетение рост, усыхание ветвей или рукавов виноградного куста. Также пораженные плоды. Виноград она не кушает. Она вред приносит только тем, что поселяясь на побегах, на листьях, высасывают сок из растения. В результате происходит угнетение этого куста. Но дальше все, цикл этот повторяется сначала. Я вкратце остановлюсь и на остальных видах и щитовок. Как я уже говорил, самое большое количество видов растений поражает калифорнийская щитовка. Она поражает около 200 видов лесных, декоративных, садовых, плодовых культур. Плодовые культуры поражаются и все. Но предпочитает она больше яблоню, грушу, абрикос, персик, вишню, сливу, черешню. На этих растениях ее можно встретить чаще всего. Ложно-калифорнийская щитовка примерно аналогична. Яблоневая запятовидная щитовка. Если акациевая ложная щитовка была самая большая по размерам, ее щиток самки до 6 мм, то у яблоневой запятовидной размер щитка может доходить до 4 мм. От 3,5 до 4 мм. Хотя самка сама маленькая, всего 1 мм. И находится вот в той заостренной части щитка. Поражает она все плодовые деревья. Это яблоневая запятовидная щитовка. Но предпочитает яблоню. Вот ее чаще всего можно встретить на яблоне. И яблоки, естественно, имеют вот такие красные точки. Это места поражения этой щитовкой. Сливовая ложная щитовка. Она предпочитает сливу, алычу, абрикос, персик, вишню, черешню, терин. Редко встречается на яблоне. Самки сливовой ложной щитовки имеют длину порядка 3-3,5 мм. Полусферические, темно-каштанового или темно-серого цвета. Красная грушевая щитовка и желтая грушевая щитовка, они имеют цвет соответствующий. Размером щиток у самки порядка 2,2 мм. Красная грушевая щитовка поражает в основном грушу. А вот желтая, кроме груши, еще поражает яблоню, сливу, черешню, вишню, персик. Среди лесных деревьев очень предпочитает граб и ясень. Ну вот это такой краткий обзор по этим щитовкам. Про акацию я вам рассказал более подробно. В общем-то понятно, да, что это такое забредитель, чем он питается и какой вред он приносит. Теперь поговорим о мерах борьбы. С этим вредителем. Как видим, он очень вреден. Все-таки даже снижение урожая нежелательное. А тем более нежелательно, когда у вас отмирают часть растения или даже погибает все растение. Так вот, если обратиться к тому же атласу плодовых культур, то там для борьбы со щитовкой предлагается следующее. Значит, в период, когда еще почки не набухают, до распускания почек. Это провести опрыскивание таким препаратом, как нитрофен. На промышленных садах предлагается опрыскивание дноком. Это раз в три года и только на промышленных садах. Ну, сейчас многие любители и на своих садах применяют этот препарат. А также опрыскивание препаратом 30В. Тогда предлагалось, ну вот сейчас хорошо, и испытано мной на моей даче. Это препарат 30Д. Этот препарат делается из растительных масел. Вот четвертый класс опасности является практически безвредным препаратом. И действуя его прогону, и хорошо он действует. Если же заселение щитов очень большое, то тогда предлагается еще дополнительное опрыскивание. Тогда, когда происходит появление первых бродяжек, личинок первого возраста, это в средине июня, когда сумма активных температур достигает примерно 360 градусов по Цельсию. И в средине августа, когда сумма активных температур достигает примерно 840 градусов по Цельсию. Производят опрыскивание такими препаратами, как конфидор, или препарат 30В, препарат 30Д. До распускания почек необходимо брать препарат 30Д в 4% концентрации, препарат 30В в 3% концентрации. А вот когда по зеленой листве в средине июня или августа, достаточно взять 2% препарат 30Д. Ну а что касается более современных методов, которые все-таки Атлас, это же еще в 80-х годов был выпущена книжка, то вот есть такая книга «Интегрованный захист плодовых культур». И здесь предлагается опрыскивание в период, когда почки набухают. Вот когда почки набухают весной, тогда предлагается провести обработку растений 2% препаратом, называется Олемикс, 1,5% Кудасайдом 950, или 3% препаратом 30В, или, ну это уже я добавляю от себя, в той книги нету, препаратом 30Д, 4%. Летом, также в средине июня и в средине августа, тогда, когда появляются бродяжки первого возраста и бродяжки второго возраста, производят обработку растений конфидором, вот, а также такими препаратами, как «Адмирал» или «Аплоут», «Моспилан», «Коралаген-200». Вот такие опрыскивания предлагаются в современном литературе. Ну, эта книга издана в этом году, так что это самый свежий материал. Ну, вот это все у меня, что касается Щитовки. Думаю, что я ответил на все эти вопросы, которые ранее задавались мне. Желаю, чтобы ваше насаждение Щитовка не посещала. Спасибо вам за просмотр, всем здоровья, щедрых урожаев и до встречи в следующих видео. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!